Всем привет! Вы на канале Барвина. Меня зовут Маргарита и сегодня я хочу вас познакомить с моим пупсиком Андреем. Вот, смотрите какой он красивый. У него есть тоже самая любимая игрушечка. Вот, он с ней любит играть и он с ней любит очень сильно спать. Когда я его ложу просто укладывать без этой игрушки, без этой игрушечки, он начинает плакать и начинает у меня его просить играть. И я хочу сейчас вам рассказать, как он у меня появился. Мне его подарили на день рождения. Когда мне исполнялось или 6 или 5, я точно не помню. Я еще тогда была через 2 недели день рождения. И я смотрела игрушки себе, чтобы выбрать что-то, потому что я очень хотела себе что-то, чтобы мне подарили на день рождения. И я зашла на вот это вот малыша и увидела вот этих. Я подумала, что это, что это живые. Позвала маму и сказала, что она сказала мне, что это живые или нет. Она сказала, что это игрушки. Я попросила у нее в тот же день, чтобы она мне купила. Она сказала, что он сильно дорогой, что нет. Я сказала, ну а тогда можно мне на день рождения? Она, нет, прости, он не успеет доехать, даже если я хотела. И вы, представляете, мне мама его на день рождения подарила. Я так счастлива. Мне он очень-очень нравится. У меня вот есть такая колясочка. Он здесь спит. Я хочу вам показать его поближе. Смотрите, какой у него пушок на головке. Прям как настоящий. Прям как настоящие волоски. И еще у него даже есть родинка на головке. И вот на лобике у него есть родимое пятнышко. У него глазки зеленые. Смотрите, какой у него ротик. Ой, какой миленький. А носик, посмотрите. А ушки, ушки. Вы когда-то видели такие малюсенькие ушки? Вы видите эти лапки? Смотрите, какие малюсенькие. Прям такие классные. Маленькие лапки. Даже ногтики есть. В общем, он как абсолютно новорожденный ребеночек. Я его очень сильно люблю. Я как его мамочка. Он приехал из Англии. Прямо из самого Лондона. Так что я считаю, что у него, наверное, карашевская кровь. Смотрите, какой у него маленький носик. Какие у него красивые губки. Смотрите, какие у него маленькие пальчики. Я еще никогда таких маленьких пальчиков не видела. Даже не могу поверить, что у меня такие когда-то были. И он весит прям как настоящий ребеночек. Я очень люблю путешествовать. И Андрей тоже очень сильно любит путешествовать. Потому что я его очень сильно люблю. И я его брала почти во все страны, в которых я была. Я его брала в Шириланку и в Таиланд. И во Франции. Во Франции Андрею очень сильно понравилось. Когда мы летели во Франции и проходили в аэропорту контроль, то одна тетенька захотела, чтобы я со своего Андрейчика сняла одежду. Потому что она думала, что ничего ли мы там не прячем. Я сказала, что нет, я не буду снимать со своего малыша одежду. И она очень сильно удивилась, когда узнала, что это не настоящий. Когда мы возвращались из Шириланки, стюардесса спросила, не нужна ли нам люлечка. И мы сказали, что нам она не нужна, потому что это не настоящий. А эту люлечку дают только малышам. Она тоже очень-очень удивилась. Она даже покраснела. Так что я очень люблю своего Андрея. И он полноправной часть нашей семьи. А сейчас мы с Андреем вам покажем, какие у него есть одежки. Вот, смотрите, аж целая коробка. Мы их покупаем. Или мы их заказываем из Америки. А когда мы здесь покупаем, то они оказываются на него большие. Хоть мы берем и самый маленький размер. Пока я буду подвигать его багаж, а он не такой уж и легкий, поэтому одной рукой я его не подвину. Я Андрейку положу на подстилочку, в которой мне его подарили. Вот она голубая, и там на ней нарисовано что-то сейчас. Какой-то тоже малыш. И на подушечку. Андрейке очень сильно нравится подушечка. Все, я его ложу. И сейчас я вам покажу всю его одежду. Прежде чем показывать мне его одежду, я сниму с него тапочки. Я хочу, чтобы вы посмотрели на его ножки. Они такие маленькие, такие миленькие. И сейчас второй тапочек сниму. А то один сняли, а второй нет. Все. Вот, теперь я готова с Андреем вам показывать его одежку. Вот, смотрите какая мне она очень сильно нравится, эта одежка. И Андрей любит в ней ходить. Когда была зима, я постоянно его в эту одевала. А на Новый год у меня есть еще одежка в форме клоу у этого Санта-Клауза. И она ему тоже очень нравится. Это, смотрите, лапки здесь. Вот, здесь рисуночек. Она очень пушистая. И носик, и глазки есть. И вот, рожки, и ушки. Так, это мы откладываем. Это, чтобы я знала, что у меня уже показало. Теперь я вам покажу вот такую вот напидочку для него. Это, наверное, была моя из первых, которую мне подарили на день рождения. Мне еще подарили с ним одежки тоже. Вот, она тоже, ему очень нравится здесь. Его, это, кстати, его самый любимый мультик. Она удобная и не колется. Теперь следующее. Эта одежка называется Человечек. Здесь нарисован его тоже, самый любимый персонаж из мультика. Смотрите, как красивый мишка. Он, Андрейка, в нем очень любит спать. Вот, хоть я ему постоянно говорю, что в нем не надо спать. В нем надо ходить по улице и всем показывать, какая у него красивая одежка. Теперь следующее. Следующее я вам хочу показать его курточку. Смотрите, вы когда-то видели что-то такое у куколки? Я, например, нет, пока мне это не подарили. Я видела вот это только у живых. Здесь тоже нарисован очень прикольный бегемотик, да, кулиточка и вот деревце. Она теплая, поэтому Андрей в ней не замерзнет и удобная. Теперь вот, в этой одежке мне его подарили. Это моя, наверное, самая любимая одежка, потому что мне в ней подарили его. У него есть еще такие штаники, вот. Это вот. И мне его закутали. Он был в этой одежке и закутан в покрывалке. Вот, смотрите. Это я думала сначала, что это жабка, пока не увидела вблизи. Постоянно такая зелененькая. Или как яблочко. Я очень люблю яблочко. И вот о чем я вам говорила. Смотрите, какой слюнявчик. Когда мы кушали, это был Новый год. Я ему постоянно одевала такие слюнявчики. Он тепленький и классный. А ему это прям как платьичко. Вот, есть еще куртка. Новый год. Прям Андрейка мой из Санта-Клауса, да. Или помощник Санта-Клауса. И, конечно, булубончик. Да, я даже люблю с булубончиком играть. У него такие мягенькие, пушистенькие рукавчики. И здесь тоже пушистенькая. А здесь блестки. Здесь штучка для его одежды. Но я еще туда никогда не ложила. Мне это подарили, когда мы брали одежду. Но я не знаю. Я туда еще ничего не ложила. Теперь вот, конечно же, всем малышам нужны памперсы. Вот памперсы у меня. Они все одинаковые. Вот. 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 И вот. Ну, наверное, вам не очень интересно смотреть на памперс. Вот тоже такая классная одежка. Вот в этой Андрейка может спать. Все его вещи очень удобные. Вот, например, вот эти вот штаники. Он, Андрейка, очень, просто очень любит эти штаники. Потому что здесь есть миленькие маленькие обезьянки. А Андрейка тоже, как и я, любит животных. Теперь. Там дальше такой костюмчик. Он в нем ходил, когда было тепло. Там написано I love daddy. Хотя я ему и папа, и мама. Дальше там тоже вот такой вот костюмчик. Он шел с вот этими штаниками. Потому что здесь тоже обезьянки. Я специально ему две пары покупала. Потому что знала, что ему точно понравятся обезьянки эти миленькие. Они даже мне нравятся. Если бы был такой бы размер, я бы сама в них ходила бы. Сейчас вон тапочку купала. Теперь это у меня есть тоже одна куколка Варвара. Но это не Андреяна. Я вам в следующее видео покажу. Вот есть еще такие штаники. И вообще-то вот это комплект с этими штаниками. Но я захотелось одеть ему вот эти штаники. Потому что в этих... Они более легкие. А эти теплые. Вот такие штаники. Дальше. Есть такая вот кофточка. Когда мне его только подарили, там была вот эта вот кофта. И он по дому... Я его по дому в этой кофточке носила. Там нарисован жираф. Там написано. I want to be tall like. Я хочу быть высокой, как ты. Я же тоже высокая все-таки. И вот. Мне еще очень... И ему нравятся вот эти вот тапочки. Я вам их покажу, как они на мне смотрятся. Вы что, их быстро и легко одевать? Вот. Смотрите. Вот чуть-чуть. Он на улице в нем ходил. Вот такие вот тапочки. Они пушистые. Мне очень нравятся. Когда мне их подарили только, я с ними одевала их на руки. И вот так играла. Привет, привет, привет. Это тоже можно. Дальше. Там тоже есть вот такие вот тапочки. Они... Там есть тоже игрушечка. Которая шумит. Здесь тоже головка коровки. Это я летом одевала. А это зимой, потому что они более подходят под снег. А это под зелень. Еще смотрите, что здесь есть. Здесь есть кофточка. В этой тоже он не замерзнет. Ему нравится кофточка, потому что здесь машинки. Как, впрочем, всем мальчикам нравятся машинки. Вот. Я в машинках не очень хорошо ориентируюсь. Но зато я знаю собака. Это такса. Это дом. Это... Вот это деревце. Вот еще какая-то машинка. Вы же учите, наверное, английский. Если вы учите, тогда вы знаете, что такое сокс. Знаете? Если не учите, то вот я вам расскажу. Сокс это носки. Смотрите, какие они крохопулечки. Они прямо на его ножку. Там написано тоже сокс. Я сейчас одену на него и покажу, как они смотрятся. Они прямо в точь в точь, как его ножка. Маленькие такие вот. Смотрите. И вторую одену. Не будет же он с одним носком. С одной... С одним носком быть. Все. И вот. И второй носочек. Теперь вот. Это бодики. Одежка. Одежка такая. Смотрите. На полосочку. Андрей, тебе нравится эта одежка? Теперь у нас идут... Что у нас дальше идет? Смотрите. Шортики. Дальше у нас... Вот. Тут фирма Next. Наверное, у каждых из вас есть что-то с фирмой Next. У меня тоже есть. И у Андрейка есть. Вот. Она просто беленькая. Теперь у нас идет... Идут его уже шапочки. Вот. Шапочка такая. Голубая есть. Есть. Беленькая она с рисуночками. Вот. С жирафиком. С бегемотиком. С тигриком. И слоником. Вот. Теперь у нас слюнявчики. Вот слюнявчик. Здесь нарисован зайчик. Мишка. Вот. Дальше тоже слюнявчик. Здесь нарисован слоник. И жираф с деревцем. Слоник поливает себя, наверное, моет. Мне слюнявчики нужны для того, что Андрей любит кушать. И чтобы я не одежду его стирала, а слюнявчики легче постирать. Поэтому я ему одеваю слюнявчики. Теперь у нас идет кепочка. Смотрите. Интересно. Она на меня не налезет? Ну, как-то сейчас померяю. Нет. Он так же не... Но Андрейка она прям как раз. Ну. Красивая, правда? Теперь у нас тоже есть штучка, чтобы повесить. И там должны быть его одежки. Вот. Синюю прям специально мы с синюю выбирали. Потом у нас идет вот такая вот шапочка с ушками. Андрейке очень идут шапочки с ушками и с картинками. Она мягенькая и в ней головка Андрея не замерзнет. Поэтому я ее одеваю зимой. Теперь у нас вот такой вот костюмчик. Я зимой тоже одевала. Правда, вот это вот теплее, чем вот этот. Но этот тоже очень красивый. Там тоже мордочка есть. Ушки. Смотрите, здесь даже пятнышко есть. Здесь лапки есть. Это чтобы когда он, наверное, не знаю, падал, это не скользило. И вот тоже большое пятнышко. Андрейке очень-очень нравится вот это. Потому что в нем очень ему тепло, тепло и комфортно. Теперь вот это, это самое последнее. Нет. Там нарисован... Кто там нарисован? Вы видите? Так. Это или мишка, или, не знаю, или ежик. Похоже на ежика, правда? А вот Андрей, похоже, в этой одежке, на полярного мишку. Это последняя одежка. Пишите мне, какие вам больше всего одежки понравились. У меня есть еще один памперс. Те были одноразовые, а это вот такой вот памперс беленький. Он вот так вот расстегивается. И застегивается так же. И у меня есть еще один прибор, я вам сегодня покажу. У меня есть для него бутылочка. Он очень любит из нее пить. У меня есть еще там тарелочка, сосочка, расческа. У него, видите, какие волосики. Но я вам это в другой раз покажу. Спасибо, что вы меня смотрите. Нам с Андреем очень нравится, что вы меня смотрите. Спасибо, спасибо большое. Я очень рада, что я вас смогла познакомить с моим Андреичиком. И Андрею очень рад. До скорой встречи. Смотрите мое видео. Я буду очень ждать встречи с вами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok